Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе утро! Все, Якова я отвез, значит, сын пошел учить Тору. И мы с вами тоже начинаем учить Тору. Продолжаем, вернее, изучать Тору, потому что это самое главное. Без изучения Торы нет понимания вообще, как все работает, нет понимания, как жить, нет понимания, как... Что делать вообще, да? Вот, а Тора это свет, учение свет, это взяли, эту фразу взяли тоже из Торы. В принципе, все хорошее, что есть в мире на сегодня, оно корнями, корнями находится в Торе, потому что люди, вот возьмем, например, человека, да? Вот давайте возьмем человека Маугли, да? Вот, кстати, если мы возьмем просто человека и его отдадим на воспитание волкам, кем он будет? Да, Алекс Поделка, шалом, Алекс Чудеевич. Видите, у нас Алекс Алекс Чудеевич. Только Алекс Поделка мужчина, а Алекс Чудеевич женщина. Так, Яков Шатадина смотрит, все отлично. Итак, значит, давайте вернемся. Вернемся, если мы возьмем человека, отдадим его на воспитание волкам, то кто вырастет? Маугли. И этот Маугли, он будет знать о жизни ровно столько, сколько ему сообщили волки. Кстати, когда вот есть такой статус, вообще еврей, еврей по закону, это тот, кто родился от матери еврейки или принял Тору. То есть мы видим, что принятие мировоззрения, оно делает еврея. Очень интересно. То есть или ты родился и биологически ты в момент, когда было зарождение, именно смотрится это по матери, да, то была опущена душа, которая как раз стояла на горе Синай, и ты обязан сразу становишься военнообязанный такой, как... То есть у тебя есть функционал для того, чтобы быть священником, да. То есть это особенное такое там строение души. Или же ты принимаешь на себя Тору, и ты получаешь вот этот вот статус, статус это, да, священнослужителя, то есть ты говоришь для меня, вот как люди, которые принимают иудаизм, как бы суть их принятия иудаизма, она заключается в том, что человек говорит, для меня служение Богу самая важная в жизни вещь. То есть для меня нет ничего важнее, и я беру на себя вот этот весь головняк, соблюдение всех заповедей, там, то есть соблюдение заповедей, обычаев и так далее, это очень сложно. Хорошо. Хорошо. Значит, есть еще статус, который называется Маугли. Маугли, то есть еврей, который был воспитан в тот, кто биологически, да, то есть он от матери, от матери еврея, он родился, но его воспитывали в абсолютно нееврейской среде. Он имеет статус, который называется украденные дети, Маугли. То есть ему дали мировоззрение, которое, ну, не еврейское, не религиозное, не Тора. И он, значит, такой Маугли, и все советские, те, кто жили в Советском Союзе, имеют этот статус. То есть вот даже Яков Шатадин, он тоже был Маугли, но он потом из Маугли превратился в Яков Шатадина, когда у него произошел процесс, он называется Чува. Чува – это как раскаяние, но дословно слово переводится «возвращение». То есть ты берешь, знаете, мне очень нравится такое сравнение, в телефоне есть такая кнопочка «вернуться к заводским установкам». И ты берешь, нажимаешь или там «сбросить все настройки». Нажимаешь кнопочку «сбросить все настройки». И в этот момент слетают все настройки, и ты возвращаешься как бы к основным своим вот установкам по умолчанию. Хорошо. Значит, это как бы была общая подготовительная вещь такая. Теперь сегодняшняя Мишна Рабель Азар Бен Шамуа, он сказал нам следующую вещь. Пусть будет почет, который ты оказываешь своему ученику, для тебя так же важен, как и твой. Второе, что он сказал, пусть будет почет к твоему товарищу, не к ученику, а к товарищу, для тебя таким же, как страх, страх и трепет перед твоим учителем. И пусть будет страх и трепет перед твоим учителем таким же, как страх и трепет перед Богом. Значит, давайте посмотрим вообще, что он нам хотел передать. Первое, в этой Мишне сразу видно, что люди делятся по разным статусам, да? То есть есть разные статусы, есть ученик, есть друг, есть учитель, то есть это три разных статуса, да? И есть разное отношение, есть почет, а есть трепет и страх. Трепет и страх. Вот он ввел вот эти вот, как бы три категории людей, ученик, друг на одном уровне и учитель. И две категории отношения, почет и страх и трепет. Значит, интересно, что потом Авраам Маслоу, был такой Авраам Маслоу, это известный психолог, то есть он из религиозной еврейской семьи, что интересно, да? Что все вот эти вот там, Зигмунд Фрейд, Авраам Маслоу и так далее, все вот эти вот психологи, они все впитали мировоззрение Торы, и потом его пропустив сквозь себя, они его выдали как свое. И Авраам Маслоу, он говорил, что есть вот эта вот пирамида Маслоу, это пирамида потребностей человека. И вот у человека есть первое, физиологические потребности, то есть потребности, в которые вот там, мне хочется сейчас кушать. То есть это неконтролируемое, человеку хочется кушать, хочется пить, хочется спать и так далее. Это физиологические потребности, они очень мощные, и они очень сильно влияют на мозг и на мышление, то есть прямо они заставляют человека делать, да? Шалом-шалом всем. Дальше он говорит, есть потребность в безопасности, то есть у человека есть постоянный страх за свою жизнь, инстинкт самосохранения. Он постоянно хочет знать, что будет, хочет предостеречься, хочет, он все время опасается, беспокоится, хочет обеспечить себе завтрашний день, там без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек, и он пять лет учится в каком-то институте, получает этот диплом, чтобы стать человеком, и все равно этот диплом ему ничем не помогает. Ну и так далее. Теперь, значит, это второй уровень потребностей, но он включен. То есть голод чувствуется сильно, а страх за будущее, когда ты хочешь кушать, то тебе, ты не думаешь про будущее, ты сейчас хочешь кушать. Но ты поел, а что буду делать завтра, будет ли у меня завтра еда? Это вторая потребность безопасности по пирамиде маслоу. Третья потребность у человека, эта потребность дальше идет в социальной группе. То есть человек не может быть один, ему обязательно нужно общение. Вот нас сейчас 91 человек, это приятно. Мы общаемся, есть там уже Ваикра, да, Ваикра 17 тысяч подписчиков. Представьте, уже группа Ваикра 17 тысяч подписчиков, это людей, которым нравится Тора, которые любят Бога, которые хотят в свою жизнь включить больше духовности, именно духовности структурированной, да. Чем отличается Тора, например, от каких-то восточных вещей? Тора, она нам говорит, как жить каждый день. Все прописано, бизнес, семья, отношения. То есть ты, как бы, очень все структурировано. 17 тысяч человек. И это третья потребность по пирамиде маслоу принадлежать какой-то группе людей. Четвертая потребность. Как только человек поел, он перестал беспокоиться о завтрашнем дне, он принадлежит какой-то группе людей, включается по маслоу потребность быть в этой группе первым, уникальным. А какой у меня статус в группе? Или в этой группе топовый поклонник. Кстати, Сутерберг сделал очень красиво. Он же сделал Facebook. Как раз он удовлетворяет желание быть причастным, социальная причастность к какой-то группе. А потом, собирая лайки, ты удовлетворяешь свою потребность быть уникальным в этой группе людей. Это уже следующая потребность. Быть первым. Дальше, когда человек уже вылез, он там занял какой-то свой статус, все у него, все хорошо в этом. Дальше по маслоу у него есть потребность в самоактуализации. Когда у него замолчали все предыдущие потребности, у человека вдруг возникает вопрос. Секундочку, а кто я вообще? Кто я по-настоящему? Кто я? Где я? Вообще, как я, ну, реализовал ли я себя вообще по-настоящему? Или я просто биоробот, который шел по всем этим потребностям, не задумываясь вообще, почему я по всем этим потребностям, которые включены у всех, строю свою жизнь? Вот, Зураб Асланян получил медаль от твоих. Класс. Теперь смотрите. Значит, Рабель Азар Беншамо в этой мишне, которую мы сейчас изучаем, он вывел три категории людей. Он говорит, давайте сейчас поговорим о статусах. Есть статус ученик, да? Когда ты кого-то, ты как бы ему передаешь знания, или ты передаешь ему профессию, или ты ему передаешь, ну, ты как бы сверху, да, ты ему передаешь. Есть статус хавер, друг, то есть ты с ним на одном уровне, и есть статус учитель, ты от него получаешь, то есть это статус, он выше тебя. Теперь говорит нам Рабель Азар Беншамо, он нам говорит следующую вещь. У человека есть склонность, помните, мы, несколько у нас было мишна йод, который мы уже учили, там, где нам говорили, что будь очень сильно шваль руах, то есть ты будь, как бы, будь скромным, да, будь скромным, не выделывайся, будь скромным. То есть у человека есть свойство, внутреннее свойство, выделываться у кого-то больше, у кого-то меньше, выделываться, может быть, не то слово, но у человека есть свойство любить себя, думать о себе, то есть человек все время думает о себе. Каждый из нас центр, центр своего мира, да, то есть человек все время он думает о себе, вот я, как я буду жить, как я буду делать, я, 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 я самое частое слово и в мышлении, и в разговорах, и в потребностях, и в размышлениях я я это самое частое слово и как я помню у меня сразу включилась когда взрослые говорили детям я помню мне говорили я часто говорил слова я не говорили я последняя буква в алфавите а я говорил нет я буду чемпионом мира я то есть вот есть люди амбициозные у них это я раздутая такое да они считают что я я сильный а есть люди у которых в детстве им это я прибили и ему сказали ты в этом мире твоя твое очень маленькое твое место в этом мире это все происходит в детстве когда ребенку объясняют его место в мире например пабло пикассо когда его спрашивали в чем причина его его величие да там в искусстве он говорил причина моей маме моя мама мне с детства говорила что пабло если ты пойдешь в религию ты станешь круче чем наполеон если ты пойдешь в если ты пойдет если пойдешь в религию ты станешь круче чем римский папа если ты пойдешь в армию ты станешь круче чем наполеон он говорит но я пошел в искусство я стал великим пабло пикассо то есть у каждого человека есть некая внешняя оценка которую ему дали в детстве его уровня его места в мире его возможности влиять на других людей его право вообще мечтать или его право хотеть да очень часто очень часто доброе утро рифка очень часто ребенку могли с детства объяснить что много хочешь мало получишь твое место в этом мире маленько но и так далее но тем не менее у каждого человека все равно внутри его его жизнь она держится как на как на такой основе на каркасе на его я я меня зовут так я такой вот мои цели как ты ко мне относишься как ты ко мне относишься и чем все время меряет вот это вот его эго называют это история о себе о своих целях о своих правилах и так далее все это можно назвать одним словом эго эго это моя история обо мне это моя виртуальная версия в моем мозгу до моя виртуальная интеллектуальная версия то есть каждый из нас живет в своей интеллектуальной виртуальной версии себя представляя себя каким-то описывая себя каким-то описывая свои цели свои правила свои принципы и и так далее. Теперь Тора нам говорит, тебя нет, нет тебя, есть только Бог, есть твое представление о себе, и Тора нам говорит, будь скромным, будь скромным, то есть пойми, что значит, будь скромным, пойми, что не ты управляешь своей жизнью, не ты управляешь миром, все от Бога, и как только ты это начинаешь понимать, ты с Богом входишь в резонанс, ты перестаешь сопротивляться реальности, ты перестаешь бояться за завтрашний день, ты перестаешь выдумывать какие-то обиды, соревноваться с другими людьми, ты понимаешь, каждый живет в своем мире, не может человек зайти и получить то, что предназначено его товарищу, нет, каждый получит от Бога то, что ему положено, и хочешь ты бейся, не бейся, обижайся, не обижайся, каждый получает от Бога точно то, что ему положено, в зависимости от того, что он делал вчера, что он думал и так далее. Теперь, но у человека есть склонность к гордости, к вот этому, то есть, эго, если у человека пропадает вот это вот, как бы внутренний напор, тогда он, оп, и становится, как Моисей был самый скромный из людей, как только у тебя я это падает, да, вот это эго, сразу ты становишься пророком, то есть, соединяешься с Богом, там, ну, говорил Батшим Тов, что я, вот это эго, анохиют это на иврите, да, это железный, железная стена между человеком и Богом, это железная стена, и как только эта стена рушится, бах, сразу все, ты видишь, что все от Бога, душа вечная, у тебя есть вечная жизнь, там, ну, сразу радость. Теперь говорит нам Раби Элизар Бен Шамо, который все это знал намного лучше, чем мы, он говорил, послушай, у тебя есть склонность ученика не уважать. Так он говорит, обрати на это внимание, вот это твоя склонность, да, что она вот прям в эту сторону клонится, что если, типа, ты учитель, а он твой ученик, тогда у тебя есть склонность к нему относиться с меньшим почетом и уважением, чем к себе. Он говорит, нет, относись к своему ученику как к себе, перегни вот в другую сторону, то есть, почитай его как себя, оп, будет хорошее к нему отношение. Дальше. Относись к своему товарищу, к своему, тот, кто с тобой на одном уровне, как к своему равину, как к своему учителю. То есть, он говорит так, когда ты с ним на одном уровне, все равно у тебя проскальзывает, что ты его уважаешь меньше, чем себя, а ты должен за этим следить, быть осторожен, прямо в другую сторону перегнуть. То есть, ты должен своего товарища относиться к нему с таким, и тут чем отличается трепет от просто уважения. Вот смотрите, представьте ситуацию, представьте ситуацию. К Шошани Кац, например, пришел в гости Дональд Трамп. Допустим, пришел к Шошани Кац Дональд Трамп в гости. И он ее спрашивает, ну, Шошана, а, вернее, не так, Шошане Кац сказали, что к ней сегодня вечером придет Дональд Трамп. Что будет делать Шошана Кац? Она наверняка там уберет, подготовится, и она будет такая прямо в состоянии осознанности. Каждая минута разговора, каждое слово должно быть продумано. Для чего? Чтобы Трампа не обидеть, и чтобы получить от этого визита максимум, максимум пользы. А если к ней придет не Шошане Кац, не Дональд Трамп, а ее подружка какая-нибудь, да, которая к ней... То есть она с ней будет... она ее уважает, она ей чаю нальет, но ее отношение к ней не будет таким чутким и внимательным, как к Дональду Трампу. Говорит нам Раби Лазар бен Шамуа, он нам говорит так. Относись к ученику как к себе. То есть ты должен как бы поднять его на уровень, что, ну, как минимум, как ты. Относись к товарищу как к раввину. То есть ты включи вот эту вот осознанность и осторожность в отношениях. Относись к раввину, к учителю, да, от которого ты учишь Тору, например. Как ты относишься к Богу, да? То есть чтобы был страх от учителя такой же, как страх перед Богом. Это очень странно. Но, смотрите, есть в Торе написано, написано, что бойся Бога. Бойся Бога. Как бояться Бога? Вообще, как можно Бог... как с ним можно взаимодействовать? И я не буду сейчас долго рассказывать, сейчас урок заканчивается, но мы можем с Богом взаимодействовать через людей, которые с Богом на контакте. То есть учителя. Я к вам не... я не учитель. То есть я конкретно, я не учитель, я сам учусь. То есть благодаря этим урокам я сам лично учусь. И я просто... ну, то есть если бы не было урока, я бы эту Мишну с утра бы не изучал. Но я ее изучаю, вам пересказываю, но я не учитель. Но есть такие люди... вот я учился у Искака Зильбера, да? Зихрано Цадих Левраха. Он был настоящий цадик, настоящий учитель, настоящий раввин. Когда... то есть почувствовать реальность Бога, можно было, общаясь с Ним. То есть вот просто на его уроке, общаясь с Ним, не было никаких сомнений, что есть Бог. Это удивительное было состояние. То есть он был такой, как Wi-Fi. И можно было почувствовать, почувствовать божественное, просто видя его или слушая его. Все. Вот такое вот у нас было напоминание Раби Элизар бен Шаму. Он нам ответил, что мы должны быть очень... особенно сейчас месяц Илуль. Мы должны быть очень осторожны в отношениях с другими людьми. И включая эту осторожность в отношениях с другими людьми, мы, в общем-то... Опять же, еще раз вот я хочу подчеркнуть то, что мы вчера учили, что все должно быть во имя небес. То есть божественное, его можно и нужно замечать во всем. И каждое свое действие, общение с людьми нужно привязывать к тому, чтобы понимать, это не человек, это Бог через него с вами разговаривает. Как мы учили уже, что говорил Бен Замай, это начало четвертой главы, кто мудрец, тот, кто учится от каждого человека. Как говорил царь Давид, Миколь Меламдай Искалти, от каждого, кто меня обучал, я умудрился. Тиэдатеха сихаали. Потому что твое свидетельство... это он Богу говорил, да, в псалмах. Твое свидетельство говорило мне. То есть он видел в каждом человеке, он видел проявление его божественной души. И когда вы так смотрите, вы перестаете, это не человек, вы общаетесь сейчас не с человеком, а сквозь него Бог с вами разговаривает. Вы смотрите на цветок, и цветок кто создал? Бог создал цветок. То есть все, весь этот мир, природа, люди, небо, облака, все это божественное. И когда ты понимаешь это, тогда у тебя есть контакт с Богом через все, особенно через людей. Все, дорогие друзья, сделайте, пожалуйста, свой вывод. Сделайте свой вывод, что вы для себя поняли, какой вы вывод сделали. Повторите, пожалуйста, у нас есть под каждым, под каждым уроком есть ссылка на оригинал Мишны. Я вам очень советую. Вот мы сейчас изучаем четвертую главу. Каждый раз после урока прочитывайте все Мишны, которые мы уже изучили с самого начала, чтобы восстановить вот ту тору, которую мы уже изучили. Это пять минут займет. Но когда ты учишь, повторяешь и так далее, то тора входит в мышление, и ты начинаешь видеть мир сквозь тору. Все, друзья, удачи, успехов. Альбина Черенок, молодец. Я уже много, вот много раз я видел, как Альбина на уроке. Молодец, делает выводы. И повторяйте, вот есть ссылочка на главу, на оригинальный текст, и повторяйте. Все, Марина Шувалова тоже от слова «шува». Зураб Асланян, шалом, шалом Зураб, Саид Макаев, у нас уже постоянные ученики, те, кто любят Бога и распространяют его знания. Все, удачи, спасибо и хорошего дня. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok